здравствуйте друзья с вами wincondition я илья если вы помните неделю назад я записывал видео перед анонсом банов модерна после не хотели давать какую-то аналитику заранее потому что хотели подождать турниров на выходных вот мы дождались и выпускаем следующее видео с аналитикой по модерну если вы хотите видеть чего-то подобного больших количествах подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и зовите друзей на наши стримы 26 августа в модерне произошла ротация это я так называю потому что забанили большое количество колод было всего два бана забанили хагака как многие и предполагали и неожиданно для многих забанили лутинг с лутингом ушла целая куча колод все различные фениксы закончили свое существование потому что больше нельзя удобно и сбрасывать их на грейв а также ослабли дрэджи и всяческие ски элементали но давайте оставим траур по лутингу хотя конечно думаю многие будут переживать из-за бана этой карты как и в стандартной ротации или с выходом нового сета в стандарте в формате часто преобладают агро деки или колоды которые ничего не поменяли с прошедшими изменениями также и в модерне на прошедших выходных было два онлайн турнира это модерн челлендж в мтг онлайне и квалификация на мифик в ричмонде а также был опен от star city games аналитику топ-16 которых я хочу провести больше всего были представлены крик системе на этих турнирах их было целых шесть штук и в каждом из трех топ-8 была как минимум одна в финале мтг о челленджа и вовсе встретились две колоды я говорил про агро колоды и бурн тоже много показал на этих выходных стараниями командой team lotus box которые участвуют в туре старт от star city games в топе опена было целых три бурна а также в трех топ-16 засветились еще два бурна соответственно их было пять в связи с разбаном stoneforge мистика все ожидали тотальной доминации этой карты и колод на ней однако этого не произошло я считаю что stoneforge мистик провалился на этих выходных возможно билды были еще слишком сыры или все-таки действительно эта карта не произойдет такого импакта на формат хочу заметить что формат не решен еще ничего не ясно и к сожалению для любителей модерна это скорее всего произойдет не скоро потому что нет каких-то крупных компетитив турниров по модерну единственный это вот через несколько недель будет в генте team modern гран-при и на этом все насколько я понимаю до конца года в основном будут лимит и стандарт по поводу stoneforge мистика в трех топ-16 были замечены 3 у в блейда и 2 в р блейда кого колоды со stoneforge мистиками называют blade stone blade потому что ну blade это меч и соответственно мистик их и еще одна колода это эспер урза была в финале мцку модернового в нтго однако проиграл рг-шифту рг-шифт тоже был представлен в количестве трех штук на три топ-8 и что интересно все три шифта прошли топ-4 колода довольно стабильная она очень прямолинейная что позволяет и хорошо играть с мид ренджами бигмана колоды всегда это делают успешно и не только rg-шифты а также модифицированные дрэджи которые пытаются оправиться от бана лутинга а также амулет титаны потихонечку вылазят но не уверен насколько они будут успешны я ожидал что плохо сыграет урза с мистиками и действительно я считаю что они провалились несмотря на то что один финал сыграл урза с мистиками за эти выходные так что это произошло из-за большого количества колод которые были представлены в одной все-таки это получилось не очень сыграли хуманы которых вообще практически не было видно не а брандт куда-то пропал в принципе понятно потому что большое количество мид рендж колод появилось которых много ответов на все это дискарды контер спеллы форсы новые очень хорошо играют против этой колоды инфекция твилл шторм и пожалуй все вот это такой пласт колод который я выделял и не ожидал от них какого-то высокого результата однако мне казалось что странные должны хорошо проявить себя на этих выходных всего один большой трон и один или трон были представлены среди колод которую я обозревал мне казалось что bgx обзан с мистиками или джан с колган командами должны быть все наверху однако этого тоже не произошло также из интересного появилась одна новая колода twitter и очень понравилось людям идея играть бело-зелеными дрозами так как пару лет назад были банты эльдрази такая мидринжовая сборка без страна бесцветных эльдрази считай добавили тон форж мистика с латер скулом и мечом и карн пэкэдж колода особо не показала ничего одна была в топ 32 на сетях однако считается что она довольно перспективно и возможно ты ее дотюня добил это что-то с этим получится довольно показательный момент что хорошо выступили гриксис урзы которые отказались играть стон подж мистиком и возможно это действительно правильное решение для этих колод я свои предикты на последующие турниры которые будут на сетях или где-либо еще в онлайне делал бы ставку не на бурны которые хорошо выступили в этот раз а соответственно на уб которые хорошо играет с урзой и сна соответственно сам урзу и на этом все пишите в комменты какой модерновый контент вы хотите увидеть возможно какие-то дектехи или стримы мы постараемся все это представить вам не забывайте подписываться на наш канал на ю тубе на твиче также на наш патреон который будет обновляться играйте в магию будьте классными и не забывайте про модерн Субтитры сделал DimaTorzok